И временем на самом фронте без перемен. Боевики и дальше обстреливают позиции украинских военных. Хотя еще в начале недели стороны договорились о так называемом хлебном перемирии на время сбора урожая. Не удается договориться с оккупантами по поводу ремонта водопровода, который снабжает водой Торецк. А без этого 30-тысячный прифронтовой город оказался на грани гуманитарной катастрофы. Что в Торецке сейчас, расскажет наш военкорги Надя Вивденко, он на прямой связи со студией. Гена, я тебя приветствую. Скажи, какая ситуация в зоне АТО сейчас? Да, Алексей, ситуацию на фронте в начале недели можно было охарактеризовать как так называемую хлебную тишину, чтобы селяне могли собрать урожай. Но со среды обстрелы возобновились. Сегодня погиб один украинский воин. Шестеры, как говорят здесь, трехсотых. Боевики ведут огонь из тяжелого вооружения. Я думаю, что они также в том ли не живут в этой войне. Можливо, чекают такого какого-то политического решения. А нас отпрацовывают, чтобы отработать свою зарплату. Но нам орудная работа. По нашим данным, в результате ответного огня боевики понесли большие потери. Вот такое вот хлебное перемирие. Но даже несмотря на обстрелы, фермеры продолжают работы. Говорят, в этом году крупнейший урожай за 4 года. Вот только убирать его придется очень быстро. Будем надеяться на тишину и на погоду. Чтобы нам дали спокойно все убрать. Чтобы мы спокойно работали. Но самая острая проблема недели. Снабжение фронтового торецкой водой. Она подается лишь раз в день, на один час. И то не для всех. Водопровод на оккупированной Горловке до города повредили боевики. На оккупированной территории отремонтировать его не дают. Для того, чтобы могла зайти бригада ремонтников туда, необходимо получить гарантии безопасности от двух сторон. Что не будут проведены обстрелы. Люди не пострадают. Гарантии безопасности от нашей стороны мы имеем. Но гарантии безопасности страна ДНР нам не дает. Вот сейчас 30-тысячный Торецк обезвожен. Там уже гуманитарная катастрофа. Эта вода, то, что я успела набрать, это мне папа с колодцем носит. Это с колодцем мне папа носит. И я в ней вот стираюсь. Потом я мою ребенка и смываю туалет. Бонь стоит, просто ужасная бонь. Уже мухи в хапке начались. Сейчас в регионе неимоверная жара. Горожане просят власть решить проблему. Ведь ситуация более чем критическая. Алексей, это пока все. Понятно. Спасибо, Гена. Это был наш военный корреспондент Геннадий Вивденко. Он сейчас работает в прифронтовой зоне. Он сейчас работает в январе. Продолжение следует...